Здравствуйте, дамы и господа! Я рад вновь приветствовать каждого из вас. Сегодня наконец-то я решил продолжить свой курс по физику ускорителей заряженных частиц, и на этот раз мы перейдем уже к довольно более интересной теме, ведь перед тем как перейти к самому миру ускорителей заряженных частиц, которых довольно много, которые отделяются самые различные группы, давайте же сначала рассмотрим те ядерные реакции, точнее их типы и классификации, которые мы и будем осуществлять на каждом из них ускорителей. Ранее, как вам известно, мы уже изучили вакуумные технологии, а также изучили инжекционные системы. По инжекционным системам был даже своего рода миникуз, который поделился на несколько частей. Подробное будет и в дальнейшем, когда будем рассматривать несколько видов ускорителей той или иной классификации, либо же отдельного типа рода класса. Сейчас же давайте перейдем к объяснению самих ядерных реакций. Я надеюсь, что интерес был он так же повышен, как ко всем остальным нашим видеороликам, так он будет же повышен и к этому. Изначально, если говорить о ядерных реакциях, стоит сказать, что у нас, разумеется, существует несколько самохразличных моделей, в том числе и самые большие классы. Ядерные реакции распада. Подробные реакции направлены на то, когда берется определенный изотоп, и он распадается на отдельные частицы, при этом передавая определенную кинетическую энергию. Она берется за счет того, что сама масса удержания самой ядерной силы в ядре большого количества патронов и нейтронов для тяжелых распадающихся ядер превращается уже в генетическую энергию составных его частей, которые являются либо стабильными, либо также в дальнейшем распадаются и становятся также радиоактивными. Подробных элементов существует порядка 4-5, и каждый из них распадается. Если же при распаде образуется опять-таки радиоактивный элемент, он дальше будет распадаться и получает своего рода длинное древо, которое вы сейчас можете видеть, их несколько типов. Но чаще всего в природе встречаются моменты, когда вот существует определенная еда, и, как вы можете видеть, ее распадается на составные стабильные частицы, и в дальнейшем уже распад не продолжается, и процесс на этом завершается. Однако, поскольку количество таких элементов достаточно велико, за определенный период оно распадается ровно-таки наполовину. Но если у нас имеется какое-то определенное количество из всех, то по теории вероятности мы предполагаем, точнее говоря, и получаем то же самое в реальности, что распалось ровно половина от общего количества всех распадающихся частиц. Затем уже через этот же период распадается из начального четверть, затем это восьмая, до шестнадцатого и так далее, за те же периоды. Именно отсюда возникает закон распада. Кстати говоря, об этих ядерных реакциях стоит сказать, что они очень важны для изучения, поскольку, как минимум, самая первая ядерная реакция, проведенная Эрнестом Азерфордом в 1917 году по распаду, была распорезена при помощи изотопов при направлении альфа-частиц. Ведь тогда еще не были изобретены ускорители, хотя были трубки Кокса, были рентгеновские устройства, но никто еще не использовал их энергии, причем они не были до необходимых значений возлеки, чтобы проводить те или иные ядерные реакции. Для сравнения, те же альфа-частицы, выходимые из различных изотопов во время распада, имеют генетическую энергию порядка от 1 до 5-6 мегаэлектронов в редких случаях, хотя больше всего это в размере от 1 до 2 мегаэлектронов в частном случае. Кроме того, если мы осмотрели определенный тип реакции по распаду, стоит осмотреть уже реакции, когда мы направляем какую-либо частицу. Кстати говоря, этот момент уже более близок к ускорительной технике, поскольку, как вы же знаете, мы организовали определенную вакуумную среду, далее вводим инжекционную систему, где образуем те или иные ионы. Либо же определенные частицы, если, например, это могут быть электроны, либо иные, которые мы зарождаем в инжекционной системе, фокусируем обязательно и направляем уже дальше, приливаем кинетическую энергию. Но в дальнейшем устанавливаем определенную мишень. В данном случае ядро мишени может доступать в то или иное ядро, какое будет только угодно. После этого наша наекторная частица сталкивается с ней, и здесь у нас есть два типа реакции. Первая – на составном ядре. В данном случае получается, что сама налетающая частица сливается с ядрой мишени и образует оно единое ядро, которое в дальнейшем уже распадается на составные части, поскольку оно не может быть стабильным и сохраняет свой покой на определенное количество времени. Такие реакции обычно проводятся до энергии порядка 10 мФ, и в данном случае время проведения такой реакции в разы удлиняется. Однако, если же энергии налетающих превышают 10 мФ, уже становится максимально больше, при этом желательно, чтобы яда становились либо легче, либо же, когда они становятся больше, то велика вероятность образования новых ядер. В любом случае, когда мы проходим уже ко второму типу реакции, получается, что частица буквально сталкивается и мгновенно разрывает ядро на части. Только тогда уже можно говорить о том, что реакция пошла буквально мгновенно, за очень малый промежуток времени, даже по сравнительным величиям относительно ядерных реакций, и уже дальше мы получаем их продукты реакции, которые получили дальше физическую энергию. Стоит сказать, что если же поводится ядерная реакция на основе того, что у нас было изначально, то есть налетелочастица образовала составное ядро, и получились результаты реакции, то есть такой момент, когда ядро, на удивление, забывает о том, что оно было образовано таким образом. О чем это говорит? О том, что кинетическая энергия, которая была направлена на само ядро, не может быть векторна, то есть это же импульс, налетающий на него, он не будет направлен в том же направлении, он может распасться в разные стороны. Поэтому обычно, после того, как мы получили продукты реакции, их тоже нужно фокусировать, потому что они будут очень сильно расфокусированы. Более того, когда мы провели саму реакцию, сама кинетическая энергия, она, конечно, будет включаться, но будет включаться в малой степени, только после похождения кулоновского барьера. Кстати, мы еще остановимся чуть-чуть позже насчет кулоновского барьера, но сейчас укажем, что существует тип реакции, когда у нас идет просто распад, тип реакции, когда у нас идет составное ядро, а потом распад, тип реакции, когда мы мгновенно проводим саму реакцию. Еще в следующем типу можно сказать, что когда мы направляем две частицы напротив друг друга, то есть нету мишеней. В данном случае получается, что относительно первой частицы вторая это мишень, а относительно второй частицы первая это мишень. Это в данном случае получается с рода коллайд, отсюда и название коллайда, мы к этому типу тоже вернемся, но в данном случае тип разгона ионов на больших скоростях их столкновения, друг напротив друга, также можно распадывать как ядерную реакцию, в данном случае тоже стоит решать большие дифференциальные уровни для того, чтобы определить, куда направятся сами продукты реакции, это важный вопрос. Ну и кроме того стоит сказать, что в результате таких реакций образуется некое определенное составное ядро, которое резко распадается, и оно существует очень-очень и очень мало. Также сравнительно с моментом, когда он образуется не только составное, которое далее распадается в первом случае ядромишень, но и в том случае, когда мгновенная ядромишенная реакция. Даже тогда, если время затраты было малым, то в данном случае, за счет их коллайдерной модели, время самой реакции в разы также уменьшается. Теперь же давайте перейдем к моделированию энергетических моментов относительно каждого из них. Конечно, когда мы проводим ту или иную реакцию, мы обязательно должны учитывать, что сохраняется закон сохранения энергии всегда и везде, даже когда мы проводим реакцию, даже когда кажется, будто бы это невероятно и трудно само представить. И также обязательно сохраняется закон сохранения импульса, также есть закон сохранения спины, изо спины и так далее, но самые основные и самые всегда ведущие – это закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Закон сохранения спины также действует, он определяет моменты уже действия для более легких частиц и подобных реакций. Об этом в последующих видеороликах. Если же вернуться все-таки к закон сохранения энергии, когда мы имеем теоретическую энергию первой частицы, также имеем теоретическую энергию единой мишени, чаще всего это просто тепловая энергия в зависимости от температуры, это и вторая КТ. Далее, после того, как мы сталкиваем эти частицы, обычно вторую энергию не учитывается, поскольку она сравнительно мала, а у первой она может измеряться в мегаэлектровольтах. Затем мы получаем продукт реакции, но в данном случае полная энергия частиц, которая была до реакции и до мишени не учитывающей частицы, равна полной энергии сумме продуктов реакции. Что это значит? То есть мы можем получить, разумеется, по, как вы можете видеть, уравнению ядерной реакции, что это за продукты у нас получится, в зависимости хотя бы от одной из них. Допустим, мы понимаем, что может быть какая-то анатоличная частица, мы сразу понимаем, какое будет образованное ядро, результирующее, продуктовое. И уже передаем кинетическую энергию. Каждая кинетическая энергия для каждого ядра определяется по следующим соотношениям, которые вы можете видеть в зависимости от кинетических энергий до них. Разумеется, эти выражения получаются за счет того, что мы знаем вот это уравнение, которое я подобрал немножечко ранее. Следовательно, мы получаем уже кинетическую энергию, что это за частицы. Но это в моменте, когда мы знаем, какая частица минимум, либо какое ядро образуется. Но поскольку эти комбинации могут меняться, может вылететь протон, может вылететь нейтрон, электрон, какая-нибудь другая частица, тритрон, тритрон, самые различные. Также могут образоваться составные даже ядра. Именно поэтому стоит рассматривать еще и модели, когда, допустим, вот одна ядерная реакция, как вы можете видеть, и образуется уже целый спектр самых различных вариаций этих реакций в данном случае. И каждая из них рассматривается в своей модели, и каждая из них имеет определенную свою вероятность. Это каналы ядерной реакции. И чтобы определить вероятность каждой из этих каналов, необходимо использовать такое понятие, как соотношение выходов ядерных реакций. Допустим, если в первой ядерной реакции у нас выход, который определяется последующему соотношению, положительный. Также действует еще и порог, который также здесь определяется. Если они положительные, то эта реакция более вероятна. Следующее может быть отрицательный. Тогда эта реакция менее вероятна, либо имеет почти что нулевую вероятность по сравнению с положительной. И в зависимости от того, насколько более положительный каждый из выходов, каждый из этих каналов выделяет соответствующую вероятность при том условии, что сумма каждого из них равняется 100%. Конечно, здесь не учитываются все вариации, поскольку их количество может быть практически бесконечно. А рассматриваются более моменты с легкими частицами, когда они вылетают, поскольку они являются самыми максимально вероятностными. На сравнении хотя бы с теми моментами, когда у нас используются тяжелые ядра. Но если такие моменты с вылетом частиц, но если такие моменты с вылетом частиц исключаются, то тогда более вероятно рассматриваются именно тяжелые ядра. Таким образом мы получили свой рода схема, по которой мы и определяем. Ах да, еще напомню тот момент, что когда у нас выход ядерной реакции является больше нуля, то такая реакция называется экзоэнергетической. Ну или, как ее иногда называют, экзотерамической, хотя более благоприятно называть именно экзоэнергетической ядерной реакцией. Когда же она у нас обратная, то есть меньше нуля, то это именно эндоэнергетическая ядерная реакция. Напомню, как минимум, что все реакции распада, это больше всего именно экзоэнергетические ядерные реакции. В результате этого мы получаем определенное количество некоторых видов ядерных реакций, и при этом стоит вернуться к стихе к моменту, как я уже говорил, по кулоновскому барьеру. Разумеется, когда мы направляем определенные частицы, если напитающая частица имеет только некоторый заряд, то она будет отталкиваться от самого еда, которая всегда будет положительно заряжена. Если это отрицательно заряженная на летающую частицу, например, тот же электрон, то кулоновскому барьеру будет, наоборот, помогать. То есть, иметь в виду, они будут протягиваться друг к другу. Если же у нас здесь, например, нейтральная частица, то разговор их притяжения или отталкивания в электростатическом и электрологическом понимании можно даже не говорить. Даже если учитывать, что у нейтрона все-таки имеется заряд, но он, сравнительно с другими частицами, фактически равняется от нулю и измеряется порядка в 10 минус 55 кулона. Хотя бы если сравнить с тем, что у электрона и патрона 11,60 умножить на 10 минус 19 кулонов заряд элементарный. В данном случае получается, что когда частица старт приходит к ядру, необходимо определить вот это значение, которое вы сейчас можете видеть, это понимание кулоновского барьера. Кажется, я об этом уже некоторых договорил, когда захотел речь по резонансной единой реакции, но сейчас, если перейти к подобному анализу, стоит сказать, что нам нужно определить сам радиус ядра мишеника, на который налетает сама частица, и после этого подставить их заряды, далее подставить необходимые константы, в которых имеется 1 на 137 и 197,3 мегаэлектронвольта. В результате мы получаем значение для кулоновского барьера, то есть, какую энергию затратить налетающая частица, чтобы приблизиться, дойти до расстояния 10 минус 15 от самого ядра, как раз таки радиус действия ядерных сил, либо же наоборот, получит отрезательная зараженная частица, когда будет приближаться к оттого или иному ядру. И в данном случае стоит сказать, что мы в разы упрощаем саму модель, и, конечно же, предполагаем, что у нас имеется только одно ядро и только одна налетающая частица, в которой идеально все сходится. Однако, разумеется, конечно, мы не можем полноценно об этом говорить, поскольку имеются вероятности самих попаданий, имеются сами отрицательные моменты, когда действует не только одно ядро отталкивающее, но и вся система. Поскольку мы не можем использовать просто одно ядро, а используем целый спектр, то есть, ставим реальную ощутимую мишень, она достаточно массивная, в ней было огромное количество самых различных атомов и ядер. И более того, стоит учитывать, что как размер клонусского барьера, вот эта оболочка, ровно как и само ядро, оно достаточно маленькое, сомнительно со всем атомом. Поскольку атом все-таки большой, состоит больше всего из пустоты, через которую пройти электрону достаточно легко. Либо же, если даже на электрической частице посчастливилось столкнуться, не только пройти насквозь, но и столкнуться самим ядром, то в данном случае она может, если энергии недостаточно, просто отскочить. И в данном случае мы будем понять, как клонанское рассеивание угла энергии Коева определялась во время эксперимента Панестера-Зерфорда, который он и как раз-таки и получал, благодаря чему и смог вычислить атомные структуры. Таким образом мы получаем некогда результирующие понимания относительно тех или иных ядерных реакций. Именно таким образом мы с вами и смогли рассмотреть все на данный момент известные и более популярные типы ядерных реакций. Конечно, есть и менее популярные, к примеру, те же самые фото ядерные реакции, которые мало применяются, но они тоже являются довольно эффективными, возможно, более перспективными в своем роде. В своем роде соотносительно с другими подобными им ядерными реакциями. В данном случае мы направляем на ядро фотоны самых различных типов и в данном случае получаем ядерную реакцию, если же подобный фотон в лице самого себя, либо же в лице уже более энергетического состояния гамма-кванта, может как-либо воздействовать на само ядро, либо же на ту или иную составную частицу. Примерно на фотон, который является ядром водорода. И в дальнейшем он может вызвать обдорную ядерную реакцию, но для вычисления их вероятностей и для вычисления их энергетических составляющих стоит применять те же уравнения, хотя здесь стоит учитывать тот факт, что у фотона будет учитываться именно импульс, а не масса, так же ровная и как у кванта. В отличие от других частиц, которые являются одновременно и капускулами, и волновыми, согласно капускулам и волновым дуализмам, как вам и известно. И стоит сказать, что относительно моментов вычисления их вероятностей и относительно моментов вычисления дальнейших результатов поведения ядерных реакций мы еще рассмотрим, когда будут возникать темы по применению их на тех или иных ускорителях, или будет еще отдельная тема, посвященная именно резонансным ядерным реакциям наряду с изучением технологий монохроматизации той или иной ядерной реакции, доведением их эффективности до максимальных значений, насколько это возможно на данный момент, а возможно и со дальнейшим их улучшением. Таким образом, мы подводим некоторые выводы относительно того, что есть некоторые виды ядерных реакций, каждая из которых имеет свои особенности, а также свои отрицательные стороны. Также ровные, как и свое удобство. Более того, каждый из них мы можем контролировать и вызывать тем или иным способом, вычисляя, а также проводя соответствующие анализы. Я полагаю, что в дальнейшем теперь мы уже, когда изучили сам ядерные реакции, можем переходить к изучению со различных типов ускорителей визуальных частиц. И первым из них будут именно высоковольтные ускорители, которые будут иметь довольно интересные конструкции, они довольно масштабные. И, соответственно, для каждого из них мы подробнее остановимся в последующих наших видеороликах. Я надеюсь, что подобные наши лекции и объяснения являются максимально актуальными и популярными для каждого из вас и являются полезными, развивающими науку и стремящимися к дальнейшему развитию. Ну и в заключение, разумеется, мне остается сказать, что с вами был наш канал Новая Вселенная и ее ведущий Ваджан Алиев. И коли так, так создайте же ваше будущее с нами. Субтитры создавал DimaTorzok